Санкт-Петербургский государственный университет В первую очередь, он должен быть неравнодушен к своим профессиональным устремлениям. Он должен хотеть быть образованным человеком, образованным, обладающим соответствующим уровнем общей культуры, потому что только в этом случае он сможет впитать в себя все то, что может ему дать университет. На открытой лекции все желающие смогли задать вопросы о тонкостях поступления в 2017 году. Интересовали абитуриентов и льготы, которыми можно воспользоваться при поступлении. 1 октября был опубликован список льгот, которые университет предоставит призерам и победителям школьных олимпиад, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников. СПБГУ проводит 17 таких олимпиад. Отборочный тур одной из них, кстати, уже начался. Я уже с географией определилась, что буду свежую свою жизнь с географией, поэтому стараюсь в олимпиадах именно по географии участвовать. Ну, очень нравится предмет, наука обо всем. Поэтому как-то, если ты знаешь географию, ты знаешь, по сути, весь мир. А это открывает большие горизонты, ты можешь исследовать нашу землю. Однако не все школьники окончательно определились в будущей профессии. Многие выбирают факультет, исходя из того, какой экзамен им будет легче сдать и набрать нужные баллы. Должен поступать на бесплатное в любом случае. Поэтому там физика, физику я сдам. Но чтобы избежать ошибок с выбором будущей специальности, на дне открытых дверей можно было пройти тесты профориентации и выслушать советы психологов СПБГУ. Впрочем, среди школьников были и те, кто давно решил, куда будет поступать. Вообще я задумывалась об этом с девятого класса. Потом в моей школе, ну так как я учусь еще в школе с медицинским профилем, в десятом классе у меня была практика, 122-й больницы. И после этой практики я уже была уверена на 100%, что медицина это мое. Посетить день абитуриента решили и те, кому экзамены сдавать еще не скоро. Впрочем, с будущей профессией они уже определились. Вообще хотелось бы стать криминалистом. Ну а для тех, кто не смог лично присутствовать на дне открытых дверей, в интернете велась прямая трансляция. Специально для этого привлекли студентов направления журналистика. Ну а завершился день открытых дверей встречи с первокурсниками. Недавние абитуриенты рассказали школьникам о том, как сами поступали и дожидали советы. Выбором университета все остались довольны. У многих уже появились любимые лекции. Всемирная история. Самое интересное. Человек, который ведет, профессор с очень большим опытом. Он много путешествует, много историй забавных рассказывает. Преподает свой предмет так, что его действительно интересно слушать. И весь поток ему потом аплодирует после лекции. На дне абитуриента побывали Марья Кандинская и Владимир Лушин. Телеканал «Мост». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова